Даже скорая довезти не всегда успеет. Тяжелобольных жителей Каменского района возят лечить за 40 километров от дома. Круглосуточный стационар здесь закрыли еще в 2015 году из-за нерентабельности. Остался только кабинет дневного пребывания. Тем же, кто нуждается в круглосуточном наблюдении, приходится ездить в Ефремовскую больницу. Только автобусы ходят всего пять раз в день. В актовом зале Каменской районной больницы все члены местного общественного совета. Их задача – донести до министра здравоохранения проблемы, которые накопились в районе за последние годы. Вот последний случай был. Медсестра. Ее не довезли. Вот эти 40 километров. Не довезли ее. Была бы хотя бы палата вот этой интенсивной терапии, можно было бы, как бы, если делать, уколы сделать, можно было бы спасти ее. И таких случаев, это не единственный случай. Вот на моем, что я знаю, это 6-7 случаев. Эмоциональные примеры перекрывает сухая статистика. Областные чиновники объясняют – стационар закрыли из-за цифр. В 2014 году подсчитали – за год в райбольницу обратились около 600 человек. Из них только 12% нуждались в круглосуточном стационаре. По итогу терапевтические койки, которые по нормативам должны быть заняты 332 дня в году, около двух месяцев здесь просто пустовали. Поэтому и произошло сокращение. Глава Минздрава после выступления двух сторон пообещал рассмотреть вопрос о восстановлении реабилитационного отделения, либо палаты интенсивной терапии. До сентября, чтобы понимать, появятся ли у нас кадры, да, и тогда уже. Хорошо, тогда давайте общественный совет мы спросим, даем ли мы время до сентября месяца? Даем, да? Каменская районная больница сейчас – это 10 врачей и 4 отделения. Взрослая и детская поликлиники, скорая и дневной стационар. Плюс каждую неделю в райбольницу приезжают два врача – психиатр и хирург. И сейчас приезжие врачи – еще одна проблема местных жителей. Их график с распорядком людей не совпадает. Например, хирург, который едет в Каменку из Ефремова, приезжает по средам, а автобусы из отдаленных поселков района в центр ходят только по вторникам и четвергам. Министр здравоохранения сказал, что эту проблему решат в ближайшее время, а до конца года на баланс больницы поступит и автомобиль скорой помощи на замену той машине, которая устарела и морально, и технически. Данила Андрюшин, Анастасия Авдеева, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский.